Тем временем за два месяца режима ЧП почти 10 тысяч казахстанских пар заключили семейный союз. Такую статистику на запросы Томикен Бизнес предоставили в Министерстве юстиции. Сбылись ли прогнозы экспертов о многочисленных разводах в стране после самоизоляции? Как выглядит статистика по заключению браков сегодня? Ответы на эти вопросы узнала моя коллега Фариза Балатбек. Она готова прямо сейчас поделиться с нами этой информацией. Фариза, ты в эфире. Добрый вечер, Галина. Пандемия коронавируса продолжает испытывать на прочность и устойчивость не только экономику, но и отношения между людьми. Многие семейные пары оказались в кризисе. К счастью, тревожные ожидания экспертов о резком увеличении количества разводов в Казахстане после карантина не сбылись, как это было, например, в Китае. Заявление на расторжение брака по сравнению с заключением было 8 раз меньше. За период с 16 марта по 11 мая подано всего 1193 заявлений. Как обстоит ситуация после режима ЧП? В качестве примера мы взяли столицу. В городском департаменте юстиции нам сообщили, что за 10 дней после снятия режима ЧП поступило 64 заявления. Ожидали, что после карантинный период будет такой, что бум, расторжение брака будет. Такого не произошло. По расторжению брака 900. Среди них, из них 864, это было до карантинного периода и 64 после карантинного периода. Между тем, останчане не спешат за штампом в паспорте и после послабления карантинных мер. Так, с 11 мая всего 555 пар решили связать себя узами брака. Этот показатель в 4 раза меньше, чем в докарантинный период. Мы привыкли в день по 60-70 документов принимать, как раньше. Сейчас через портал принимаем. Но, в принципе, такого ажиотажа, такого большого количества, которые вступают в брак, нет. Просто, может быть, режим карантина дал возможность людям подумать, задуматься о серьезных вещах, может быть, поэтому. На серьезный шаг после 5 лет отношений решилась жительница столицы Дарина Ахметова. Она и ее молодой человек подали заявление в ЗАГС еще в начале марта. Однако, коронавирус планы испортил. День торжества выпал именно на период усиления санитарных норм. 21 апреля нас расписали. Было немного неудобно. Почему? Потому что мы не смогли не пригласить своих друзей, родителей. Пошли только вдвоем. Не смогли никуда после этого сходить, так как все было закрыто. Так как карантин. Поужинали дома, в семейном кругу. С сегодняшнего дня, когда торговые центры поэтапно начали свою работу, молодые люди планируют наверстать упущенные и купить все необходимое к свадьбе. Вот так любовь побеждает все препятствия и коронавирус. Галина. Спасибо, Фариза. А мы продолжим выпуск. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok